Завтра день памяти Александра Башлачева. Он не любил определение русский рок, пел свои песни, не выбирая направления. Считал, что правильный путь лежит через страдания. Если душа болит, значит она работает. Александр Башлачев стихи начал писать еще в детстве. Он рано полюбил работу со словом. Слово стало для него живым существом. Скрывало в себе больше, чем говорило. Он жил в Череповце. Учился в Уральском государственном университете на факультете журналистики. В то время писал тексты для череповецкой группы «Рок Сентябрь». Потом немного работал в местной газете «Коммунист». Когда в 1984 году Башлачев приехал на питерский рок-фестиваль, купил себе гитару. А уже через полгода на квартире своего друга Леонида Парфенова показал песни Артемию Троицкому. Александр Башлачев не выступал в залах. Всегда играл своим. Обычно его звали в гости, собирали 30 человек, тех, кто хотел его послушать. И больше всего радовался, когда ему говорили «Ты спел, и мне хочется жить». О последнем концерте Башлачева Анна Дорошина. Последней концертной площадкой Башлачева стала маленькая московская квартира. Последней публикой несколько московских знакомых. Он просто позвонил, сказал, я хочу к тебе. А ты можешь собрать сегодня вечером? Утром звонил. Сегодня вечером людей. Значит, я как-то всех действительно собрала. Очень плохо я себя сама чувствовала почему-то. Почему-то в этот день она не смогла слушать Башлачева вместе со всеми. Ушла на кухню. Казалось, в этот раз руки Сашбаша, так прозвали его друзья, особенно безжалостно терзали струны. Такого ужасного ощущения, как после этого концерта, у меня не было вообще никогда в моей жизни. Дело в том, что он последние три песни поставил. Значит, это был Ванюша, потом Пасашок, и потом песня, которую я прежде не слышала, когда мы вдвоем. Песня о кратком пути человека, песня реквием. Но каждый слышит в ней что-то свое. Вы мне на ухо шепнули, слушал. Улял, Ванюха? Хайду, Ванюха, да рейте вышел. Я шапки к дверям. Да что ты, Ванька? Да я не верю. Эй, Ванька! Станьте! Невысокий, худощавый, провинциального вида. Башлачев никогда не заботился о внешности. Он был уязвлен болью. Болью за всех. Это чувство толкало его в бесприютность. В Москве он кочевал по друзьям и случайным знакомым. Друзья Башлачева отмечали, что он обладал магией гипноза. Пел экспрессивно, с надрывом. Резал словом. Что ж теперь, ходим круг до окола, на своем поле, как подборщик. И если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Башлачев никогда не расставался с колокольчиками. Украшал им грудь и руки. Они были частью имиджа и музыкальным инструментом. Их звук удваивал смысл песни «Время колокольчиков». Песня стала гимном поколения андеграунда. Потом этот перезвон звучал уже как ирония. Передавал разочарование Башлачева в русском роке. В последней редакции автор вообще вычеркнул из текста слово «рок-н-ролл». За отводы до гибели он совсем перестал писать. Опять старое было все труднее. На последний большой концерт ВСДК МАИ опоздал. Пришел без гитары, без энтузиазма. Ни у кого нет медиатора. В рок-н-ролльной среде есть понятие «время колокольчиков». Так называют «время Башлачева». На квартирном концерте в Москве 29 января 1988 года время споткнулось. Через две недели Башлачева не стало. Поэт все сказал. Поэт ушел. 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 Продолжение следует...